Всем привет! Меня зовут Ксюша. Это рубрика «Орлятское настроение». Лего 2023 года совсем скоро подойдет к концу. Как же ярко и запоминающе его провести? Конечно, с помощью ярких событий. Предлагаю прямо сейчас с Орлятами составить план на последние 22 дня лета и узнать, как же у них прошло два месяца этого жаркого времени года. Расскажи, как прошли твои два месяца лета? Очень даже хорошо. Ой, замечательно, весело. Замечательно. Отлично. Отлично. Я их пропукал бесчемно. Мне очень жалко эти два месяца, но я развивался. Я отдыхал и чуть-чуть изучал программирование. А у вас как прошло эти два месяца? Я работала. Я ездил по многим местам, и заключительным становится этот лагерь, где я собираюсь провести остаток лета. Что самое запоминающее прошло? Поездка в Орленок. То, что я сюда приехала, это самое запоминающееся. Наверное, прогулки с друзьями. Ежей ловил. У нас на даче очень много ежей. Там прям огромные. А тут будешь ловить ежей? А я не думаю, что они здесь живут. Они идут. Ну, тогда с удовольствием. Все ежи и Орленка, берегитесь. Да. У меня еще была поездка в город, где я вырос в детстве. Какой город? Вечеран. Север, Республика Коми. Хорошо. Что там красивого было? Ну, красивого, честно говоря, там мало. Сколько у нас дней осталось до начала учебного года? 21. 20 дней. Очень мало времени. Готова к нему? Нет. Я предлагаю тебе составить план на эти последние 22 дня лета, чтобы точно его запомнить. Держи. Давай посмотрим, что это. Вот. Это и есть как раз таки наш план. Я тебе предлагаю выбрать дни и также события, которые обязательно нужно выполнить этим летом. Сходить на море. А вот 12-го тогда августа. Наверное, не сидеть в телефоне вообще. С 13-го августа мне нужно лечь спать вовремя. Это самое важное. Вот летом. Да. Лечь спать раньше 13-го. Следовательно, 14-го мы не будем спать вообще. Всю ночь будете читать? Да. Наверное, сходить с ночевкой в поход. Потому что это очень атмосферно и очень классно проводить время с друзьями в такой обстановке. Итак, что нужно обязательно выполнить 16-го августа? Попробовать вкусную запеканку в Курсомольском. И как ты думаешь, ты запомнишь эту запеканку на весь год? Да. Какое вот событие, ну вот точно нужно выполнить 19-го августа? Какая-нибудь экспурсия по лагерям. Я бы в стремительной. Потому что там хороший корпус, там, в принципе, место очень хорошее. Я бы встретил рассвет. Ну, судя по этим замечательным пейзажам, которые я наблюдал по дороге и сейчас, я думаю, утром будет очень красиво. Крайним. 21-го? 21-го. Что же 21-го тогда? Хочу с отрядом покататься на банан. На банан. Это святое, да? Я тоже так считаю. Думаю, все будут крещать, радоваться. Все будет супер. Задуть свечки в свой день рождения. Как вот тебе отметить день рождения в лагере? Ну, в самом деле, мне хочется. Это интересно, мне кажется. Ну, прям круто отметить тут день рождения. Да, конечно. И, может быть, еще как-то? И кайфануть, да? Итак, что же нужно 23-го августа точно делать? До 23-го августа обязательно нужно найти хороших друзей. Будешь со всеми вожатыми знакомиться? Конечно, как и в прошлом году. Хорошо. Музыкальный вечер. Слови музыкальный вечер. А какую песню, вот, самую главную будете 24-го петь? Значит, Катюшу. Катюшу, да. Потому что Катюша – это, как бы, отражение нашего русского менталитета, ну, нашей русской народности, как бы. Что в 25-го нужно сделать? Генеральную уборку. А вот как ты думаешь, запомнишь надолго ты генеральную уборку в лагере? Думаю, да. Можно украшать комнаты или что-то такое. Почему именно 26-го? Ну, просто я выбрала так. Подготовка к супер-пупер-дискотеке. Мы говорили смокинг. Или все на этом закончена подготовка. Ну, не знаю. Так. 28-го шла. Да, наверное, чтобы прошла суперская вечеринка-дискотека, потому что дискотеки проходят не всегда очень, как хочется. Поэтому, я думаю, стоит это писать. И 29-го, последняя ночь. Что же нужно? Хорошо провести с хорошими друзьями эту ночь и с вожатыми. Именно ночь, а днем тогда что делать? А днем набираться сил. Набираться сил перед ночью? Да, перед ночью. Ты, получается, просто ночью будешь очень хорошо спать? Конечно. Я днем наберу сил, чтобы потом их с удовольствием проспать. А последний день это какой? Это 30-й. 30-й? 30-й. Наверное. Дать обещание, что еще увидимся. Как ты думаешь, что вот это вот число точно запомнишь на все лето? Да, думаю, да. Что вот нужно 31-го августа сделать, чтобы, ну вот, это лето точно запомнить, зарядиться перед учебным годом? Как ты думаешь? Я бы хотела еще раз поблагодарить своей маме. Потому что мама – это самый родной человек в жизни. И даже если она порой кажется неправой, она все равно старается тебя учить и любить. Так что родителей, и в частности мам, нужно ценить. Календарь заполнен. И остается только выполнить все эти дела, чтобы точно запомнить это лето надолго. Предлагаю в конце месяца узнать, какие планы орлята выполнили. А пока календарь побудет у меня. С вами была Ксюша. До встречи в эфире.